Привет, друзья мои! Сегодня у нас с вами совсем несложная задача. Всё-таки нужно просыпаться после праздников и начинать с чего-то лёгкого. Поэтому у нас есть с вами прямоугольная трапеция, ну, можно сказать, перевёрнутая, да? Тут уголочки прямые, а вот этот уголочек равен 45 градусов. При этом мы знаем, что меньшие основания и боковая сторона у них равны. Площадь трапеции равна 54, а нужно найти её периметр. Вот такое несложное условие. Ну и давайте сразу начнём делать. Если вдруг кто хочет сам, то, пожалуйста, ставим на паузу и решаем. Ну, с чего мы тут начнём? Ну, конечно же, с того, что мы вот так вот проведём перпендикуляр и увидим, что вот тут у нас, по сути, образуется квадрат и ещё половина квадрата. Потому что вот этот вот треугольник – это половина квадрата. Почему? Потому что раз эти стороны равны, значит, это тоже равно, это тоже равно, это тоже равно. Мы с вами получаем равнобедренный треугольник с углом при основании 45 градусов, значит, этот уголочек тоже 45 градусов. Так. Ну, а значит, это диагональ квадрата. Ну и, в общем, по сути, площадь вот этого треугольника чему равна? 54 разделить на 3, то есть 18. Так. Это площадь. Площадь этого 18, площадь вот этой вот части 36. Всё понятно, всё замечательно. Ну, раз площадь вот этого нашего квадрата 36, чему равна сторона квадрата? Ну, понятное дело, что корень из 36, да, то есть 6. Значит, это 6, это 6, это 6, это 6. В сумме это равно 12. Так. Ну и для того, чтобы узнать периметр, нам нужно каким-то образом посчитать, чему равна вот эта сторона. Ну, это тоже сделать несложно, потому что это 6, это 6, это прямоугольный треугольник. Применяем теорему Пифагора и получаем, что вот эта вот сторона чему у нас будет равна? Корень из 6 в квадрате плюс 6 в квадрате. Так. Это будет корень из 72. Это 36 умножить на 2. Это 6 корней из 2. Ну, а следовательно, периметр, это сумма длин всех сторон. Значит, это 12 плюс 6 плюс 6, это еще 12 плюс 6 корней из 2. Получаем 24 плюс 6 корней из 2. И это ответ. 24 плюс 6 корней из 2. На этом пока. Спасибо за вашу любовь к геометрии, друзья. И до новых интересных задач. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!